я вас приветствую снова на своем канале сегодня у меня непредвиденные видео почему объясняю всему виной вот этот кусок ореха значит своих закромах нашел я такой кусок при ней не такой он был чуть побольше но это я отрезал кусок с этого с этого куска ореха и думал чего показывать будет нормальная чаша но к сожалению внутри оказались трещины и все такое поэтому это случай кстати когда из-за материала приходится планы изменить вот у меня тоже получилось так я посмотрел и решил что там сделаю базу из сегментную вазу значит так я насколько я был поглощен что ну думаешь где что и как и поэтому начи не только видео не снял даже оплошность допустил объясняю значит у меня в голове было задумано как кувшин ваза то есть здесь надо было прямо отсюда взял такой такой вход но не такой узкий к дать не важно что сделано то сделано и в конце я решил все таки хотя бы отделку вам показать поэтому я и снимаю сейчас хоть хоть то что есть вот так получилось значит ваза объясняю значит ну у меня вот это этот держатель что приклеил уже это наверное четвертая ваза на нем значит поэтому значит показываю что я за дерево применял значит как я говорил в середине орех нормальный европейский грецкий орех значит по бокам это у меня термоясень вот осталось еще кусочек вот такой скажу я вам я еще не встречал такого придирчивого дерева вообще термо дерево но капризная но это вообще если допустим он норм нормальный ясень очень прекрасно точится то это по всякому поводу скалывается ну сделал так я сделал так она и будет значит дальше что значит по сторонам это слива здесь здесь ну и для разнообразия между ними использовал шпон вот такой шпон ну конечно все его красоту не передашь таким образом но всяком случае для акцента годится и здесь кусочек ореха планка была у меня такая я его на четыре части разделил и при заклеил остальные горлышко тоже четыре части вот здесь этот купол как я себе воображал значит из сопели значит здесь и здесь есть у меня вот когда отрезаю как от сердца отрезаем каждый раз дело в том что вот это куски сопели так я ничего не не скажешь это мне достались от кого-то там это часть с корня она видно вот и я вырезаю каждый раз что-то кусочки куда-то и вот такая получилась ваза значит я просто хотел вам показать еще один значит обрабатывал я маслом вы его у меня видели два раза уже обработана я не жду на на другую или несколько часов или на другой день значит все это делается сразу значит просто при полировке он быстро кристаллизуется и вот сейчас еще раз придется вот таким воском это карнал вавакс воск значит такие блочки вот просто изделие натираю а вот 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 И так. Вазочка, или как вы ее хотите назвать, готова. Вот так она выглядит. Значит, точил я ее по примеру прошлой сегментной вазы. То есть, когда я убедился, что чашечка будет маленькая, то я стал подбирать подходящий материал. То есть, из того, что у меня было, я стал распределять. И поэтому такая форма получилась. Сточил я тоже. Значит, сначала на таком держателе закрепил, заклеил донышко. Ну, а вот донышко пошел плясать дальше, что напрашивалось. И в результате вот такая получилась. Внутри, естественно, тоже шлифованная. Маслом пропитанная. И вот такая сегментная ваза получилась. Всего вам хорошего. До следующих встреч. Продолжение следует...